Парни, короче, в общем ситуация такая интересная достаточно, да, то есть пришел Матис, вы все видели, сегодня хозяин привез его. Есть куча проблем у автомобиля, то есть надо будет разбираться, но фишка в том, что, во-первых, накрылся кондиционер, поэтому, блин, новый компрессор стоит 25 ксалей, и то это б.у.шный карточек, все, поставим люк, что-то сделать с вентиляцией, люк, рассматривается как вариант, скорее всего, будет бюджетный люк, какие еще будут по тачке идеи, он просил доступный нормальный тюнинг, как бы в принципе, что он может сделать, прикидывает, за доступные деньги, за доступные деньги, то есть чтобы было предельно дешево. За доступные деньги мы за ним все. Поехали. Поехали. На самом деле, да, конечно, есть моменты, мы заслали уже эксперта. Короче, капец душно, кондей нужен, запаски нет. Кондей не тянет, не тянет, запаска что? Что запаски? Запаски нет, к сожалению. Все, парни, работаем. Пронеслась. Сегодня в мире Матизов мы ставим люк. Сейчас я покажу, как это, ну так, бюджетненько можно сделать. Надо его разметить сначала, где он у нас будет. Сейчас, посмотри. Нет. А, ладно. Так, все пишет. Сейчас я заберусь, намечаем, где-то у нас серединка, где-то, где-то вот здесь вот. Вот отсюда мы его начнем. Вов, подай, пожалуйста, инструмент. Вот. Потом берем лом. И примерно, примерно в это место. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас я буду. Место посадки возьмешь, просто. Бо. А-а-а! А-а-а! На глаз размеры, там у нас он где-то будет 60. Нет, ну на 60 много, наверное. Сделаем, наверное. Какое там просил, на сколько? 60 на сколько? На сколько-то. На сколько-то у нас будет 40, короче. Ну, где-то вот так. Возьмем линейку. Очертим логаловные грани. Чтобы все, наше, наше все четко. Здесь дырку, сюда привяжем. В нашем теле что? Главное безопасность. Главное безопасность. Именно с этой точки зрения мы должны подрезать уплотнитель, уплотнитель крыши. А вот шумоизоляцию. Это нужно для того, чтобы при работе с режущим абразивным инструментом не загорелся материал, да, и не было, соответственно, пожара. В этой связи, по идее, нужно приложить шаблон нашего люка и разметить с этой стороны по потолку. Но мы будем делать это, конечно же, просто на глаз. Вот. Потому что, я уверен, ребята из Мирматизов, опытные профессионалы, они смогут совершенно точно. Костик, помогай. Вот с этой стороны нужно. Так вот. Сейчас, извини, извини, извини. Вот. Вот так вот. Вот. У нас первая часть сделана. То есть мы здесь видим наш люк. Да, вот он он. Есть. Есть. Итак, вот мы имеем доступ к крыше, да? Все видят. Слушай, нам люк надо все-таки делать чуть покороче, потому что мы чувствуем, что мы залезем на лонжерон. То есть потеряет жесткости кузов, да? Да, чуть-чуть отступим. Давай тогда я сделаю вот так, Костик. Вот тут вот, я зачеркну вот тут вот, чтобы когда зефирка... Руки убери. А, да, давай, пометь. Вот, я делаю меточку. Да, да, хорошо, я понял. Может, теперь... А, ну так нормально, да. Видно, да? Да, да, да. Это начинается здесь, да? Это лонжерон, да. Это лонжерон, Кость, по нему надо. Все, понял, хорошо. Я отмечаю. Вот тут мы будем резать, да? Да, да, да. И вот вертикаль бросаем, я сейчас по лонжерону отрежу. Все, я понял, хорошо. Ну, вот тут люк будет, да? Отлично, шикарно. Ты зачеркни, где будет люк, а иначе не пойму. Ну, вот это нам не надо, вот это нам тоже не надо. А, люк будет вот здесь. О, ты же инженер, в конце концов. Тут же написано люк. Вот, хорошо, хорошо, да. Ну, что ж, можно приступать. Мы решили полностью освободить салон, потому что есть, как бы, тонкости, да, есть нюансов очень много. Вот, в этой связи мы, конечно, решили снять всю оснастку с потолка, вот, потому что все равно потом менять будем на кожу буйвола, однозначно. И избавиться целиком. Для этого нам нужно снять все уплотнители. Вот, вы видите сами, да? Для этого нам нужно снять центральные стойки, задние стойки. Вот, и, соответственно, чтобы мы могли потом просто вот таким вот образом забрать оттуда уплотнитель. Вот, шумоизоляцию, теплоизоляцию крыши. И добраться до чистого металла. Да, до чистого металла. Поэтому забирать назад мы его, конечно же, будем ненебать. Вот, кроме этого, смотрите, друзья, нам надо будет снять задние облицовки вот таким вот образом. А, и что еще осталось? А, да, центральные. Но перед этим, перед этим нужно снять ремни безопасности. Вот, центральные стойки мы освободили. Вот так вот. Хорошо, продолжаем. Работа кипит. Пустучи по крыше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, мы решили сделать следующее. Да, то есть мы просто понимаем, что если мы... Оказалось, недостаточно снять просто шумоизоляцию потолка. Вот, в этой связи мы снимаем вообще весь текстиль с салона. Просто, чтобы не сжечь машину. Вот, снимаем сидение. Обязательно. Я думаю, что следующим проектом обязательно должен быть Матис Лимузин в нашей студии. Потому что явно, конечно, у задних пассажиров наблюдаются проблемы с простором. И я думаю, что если сделать на отставку салона буквально, ну, может быть, метр-метр двадцать, да, то можно на заднем сидении прям чувствовать себя вполне вольготно. Более того, для крупных людей, вот, например, как я, да, можно даже сделать двухместный деу Матис, если передние сидения сдвинуть назад, а сзади сделать большой багажник. То есть вполне комфортно переключаться. Да, вот вы видите сами, что доставать до педалей. Вот, впрочем, это следующий-следующий проект. Пока мы этим заниматься не будем, мы продолжаем. Вот, у нас отличная КПП. Здесь, вот, вы сами можете видеть троса КПП. Вот тут вот у нас находится. Вот мы забираем текстиль. Кстати, ребят, смех-смех, вот часто спрашивают. Влажно в салоне, влажно в салоне, капец. Потеют стекла, что делать? Да просушите вы, просушите. Вот, смотри, сколько воды. Вот болото. Вот, видите, его отжимать можно. Вот вода. Вот это вода. В самом обычном Матизе, который не стоял нигде там. Вот, все же именно так. Так, эта влага оседает на стеклах. Продолжаем. Вот, ну и, конечно же, нужно удалить уплотнитель. Заверить тоже часто спрашивают, как меняются. Вот они, видите, вот идут по кругу. Вот, меняется достаточно просто. Нужно взять уплотнитель и снять его. Вот, на этом уплотнитель заменен. И здесь его можно, да, можно сменить, пожалуйста, на силиконовый, на тюнингованный, например. Какой-нибудь, заказанный по заказу. Вот, да. Так, а задняя дверь, уплотнитель, вы тоже часто спрашиваете, что с ним. Вот, он у меня похожим образом. Вот таким вот. Собственно, да. Уверьте, скажите, пожалуйста. А бак-то пустой? Нет, бак полный. Ну, давай его загоним на подъемник, да снимем. Так, напольное покрытие. Напольное покрытие уходит, да, потому что будет меняться на замшок бежевого цвета обязательно. И обязательно будет кожный салон. Да, в одном из видео я показывал, как он регулируется, а работает вот таким вот образом. Вот троса ходит, вот так вот. Вот столько скапливается влаги под ковриком. Это самый обычный галматист. Абонитовую ручку будете ставить? Мы обратимся к мастерам старой школы, в таких заводах. Еще есть те люди, которые знают, как с помощью дрели и куска оргстекла сделать розочку. Вот мы обязательно закажем и поставим сюда розочку. Классно. Вот, мы сняли. Сняли этот стиль, сняли диван. Вот сюда его сложили. Это все будет меняться, диваны тоже будут меняться, скорее всего. Зря мы не сняли с самого начала. Костет, что дальше? Подснимай. Выяснили, что мы все дальше и дальше отлюкиваем. Начиналось-то все с люка, пацаны. Как-то увлеклись. Как-то увлеклись. Костет, подай. Ну, подними там. Там уже все уже. Да, да, да. Идет белая питерская ночь. Вот можете увидеть за моей спиной белую питерскую ночь. Сейчас в 4 часа утра мы продолжаем работу над нашим проектом. Вот, это будет очень серьезно доработанный Матисс. Это будет кабриолет в стиле гангста. Вот, вы сами видите, что двое главных гангстеров сейчас заняты. Но, тем не менее, проект продвигается. На очереди следующий проект у нас. Это, конечно же, Матисс Бигфут. Обязательно будет такой проект. Это серьезный, хороший проект. Это будет автомобиль для внедорожных покатушек с приводом 4х4. Двухлитровым турбодизелем прямо в салоне. И с раздаткой на обе ведущих оси. В проекте Матисс Лимузин. Мы обязательно сделаем его. В проекте, кроме всего этого, плавающий автомобиль. То есть, Матисс Аппиле. Так что, еще очень много интересного. Много интересного. Матисс Бигфут. Субтитры сделал DimaTorzok